Ну что, приветики! Те, кто подписан на меня из других городов, кроме как Назарова, могут пролистывать сейчас истории, потому что включилось альтер-эго моё, это политическое обозрение, у нас разворачивается борьба за кресло главы города, и начались как подснежники всплываются технические и разнокалиберные кандидаты на пост главы города. Такого дна ещё наш город не видывал, это прям интересненько. Сейчас покажу, кто к нам заявляется, если вы ещё не видели. Примечательно, Кирилл Константинович не указал, в каком месте он является государственным служащим, в каком городе. Регалий тоже мы никаких там не увидели, но его постец понравился Николаю Матвееву, это мы приметили. Ещё что мы приметили, что его коллеги считают, что если он закончил высшее учебное заведение, профильное пусть и по профильному какому-то там направлению, то это уже, так сказать, победа. И вот мы зацветём и запахнем всем городом благодаря вот этому вот такому чуду, что человек закончил. Вот сейчас ещё про одного расскажу. Билы. Вот я скажу, что это дебилы. Почему вообще я говорю об этих политических событиях? Потому что я уверена, что мы, жители города Назарова, не заслужили такого отношения. Мы не заслужили, чтобы за нас выбирали не то, чтобы каких-то кандидатов. За нас вообще делают чаще всего выбор не в нашу пользу. Это раз. И два, мы не заслужили такого уровня выборов даже. Когда выбирали Сухарева, Сергея Ивановича, кандидатами техническими были люди, которых мы хотя бы знали. Люди, которые прожили в Назарова, люди, которые здесь продолжают жить. Тот же Владимир Петрович Даньшин, Сергей Гончаров, Алексей Тепляшин. Люди представляли свои программы, которые действительно могли лечь в основу какой-то общей программы развития для нашего города. Сейчас же это просто действительно смех, бред и неприятная история.